В следующем году в шахтерской столице появится новая дорожная разметка. На пешеходные переходы Караганды нанесут покрытие с использованием холодного пластика, долговечного и прочного материала. Об этом рассказал начальник городского отдела ЖКХ Айдос Жакенов. Какие еще работы будут проводиться по обеспечению безопасности дорожного движения в материале нашего корреспондента. Разметка с использованием холодного пластика есть во многих крупных городах мира. А в следующем году новая технология дорожной разметки появится и в шахтерской столице Казахстана. В состав холодного пластика входят мельчайшие стеклянные шарики, благодаря которым повышается видимость разметки в темное время суток и даже в туман. Разумеется, это свойство дорожной разметки способно существенно повысить безопасность движения. Однако из-за дороговизны в Караганде ее нанесут лишь на пешеходных переходах. Наносится определенное покрытие на дорогу, которое не стирается и срок эксплуатации в нем несколько раз выше. В следующем году планируем все дорожные разметки на пешеходных переходах, зебру, установить в новом исполнении. Пока только на пешеходных переходах, потому что ее стоимость ориентировочная в 6 раз дороже обычной. Немалая работа по обеспечению безопасного дорожного движения проведена и в этом году. В частности, в Караганде появились 7 новых светофоров, еще 16 реконструированы. На дороге нанесли разметку, установили 470 новых дорожных знаков. На эти цели в текущем году было выделено почти 247 миллионов тенге. Нужно отметить, что большое внимание уделяется обращениям граждан, которых за год накопилось более 60. Одни просят установить на оживленной улице пешеходный переход, другие – знаки ограничения скорости. Данное заявление мы рассматриваем на предмет целесообразности установки данного объекта. То есть мы выезжаем совместно с дорожной полицией, при необходимости просчитываем транспортный поток, пассажиропоток на данном перегрездке. Учитывается аварийность данного объекта. И только после этого принимается решение о необходимости целесообразности установки того или иного средства. Так, по многочисленным просьбам горожан, были установлены светофоры на улице Мустафина, близ новострой по проспекту Шахтеров, а также по улице Ермекова в районе санатория «Березка». Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.